На прошедшем автосалоне в Токио марка Daihatsu представила тогда еще концептуальный кроссовер New Compact SUV. На прошлой неделе в Японии уже начались продажи серийного Daihatsu Rokki. Одновременно с ним на рынок вышел его брат-близнец Toyota Race, которому прочат будущее глобальной модели. Различия между Daihatsu и Toyota сводятся к бамперам, иному набору цветов и рисунку колесных дисков. Техническая же начинка полностью идентична. Модульная платформа DNGA представляет собой адаптированную инженерами Daihatsu Toyota глобальную архитектуру. Двигатель пока только один, трехцилиндровый с турбонаддувом. Позже появится гибрид на основе более крупного атмосферника. Вариатор DCVT устроен интересно. При старте и разгоне задействован клиноременный механизм, а при достижении 60 км в час включается повышающая планетарная передача. По замыслу это снизит расход топлива. Концепт-кар для автосалона был переднеприводным, но в продажу поступают и версии с полным приводом. При этом Toyota сообщает, что платформа предполагает стоки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади, не уточняя, касается ли это всех или только полноприводных машин. В Японии продажи новой Toyota уже стартовали. Интересно, что рейс получился даже слегка дешевле, чем Daihatsu Rocky. Но если для Toyota это самый дешевый кроссовер, то для Daihatsu самая дорогая модель. После Японии компактный паркетник освоит рынки Южной Америки, затем в гамме появится укрупненная версия на растянутой платформе и более мощные моторы. И как знать, не нужна ли компактная Toyota в России? Субтитры создавал DimaTorzok